О необходимости привлечения избирателей на участки для голосования говорили и в ходе семинара для членов комиссии. По словам председателя Центра сберкому, на дополнительных выборах явка всегда меньше, чем на основных. Однако порог в 25% на тех округах, где голосуют за депутатов Верховного Совета, должен быть преодолен. Эти выборы все равно будут назначаться, пока не будет избран кандидат. И для того, чтобы сэкономить бюджетные средства, чтобы не пустовало депутатское место и, соответственно, избиратели не чувствовали отсутствие вот этого окна и связи с властью непосредственно, необходимо прийти, проявить свою волю и сделать выбор. Работа со списками избирателей, необходимо оформление участков, а также порядок проведения выездного и досрочного голосования. Семинары для членов избирательной комиссии прошли по всей республике. Встреча со специалистами из Террасполя и близлежащих сел Слободейского района – последняя. Поскольку последняя кампания была по выборам президентским и есть определенные отличия, мы в обязательном порядке проводим семинары с комиссиями всех уровней, для того, чтобы они могли поддерживать свои знания в необходимом актуальном состоянии, для того, чтобы минимизировать какие-то ошибки и освежить в памяти все то, что необходимо сделать при подготовке к проведению выборов. Жители Террасполя и Днестровска будут выбирать депутатов местных советов по четырем избирательным округам. В Слободейском районе должны выбрать двух депутатов местного совета и двух депутатов высшего законодательного органа. Дополнительные выборы пройдут в республике 2 апреля. Продолжение следует...